Мой приход на пульс, он совершался несколько раз. И вот с 95-го года пульс это основное место работы. Уже учащийся в старших курсах института, мой самодельный радиоприемник был всегда настроен на радиопульс. Я с удовольствием его слушал и в то же время замечал отдельные недочеты технической стороны. Тогда я совершенно не мог ни подумать, ни представить, что мне предстоит сюда попасть и оказаться по ту сторону радиоприемника и работать здесь с этим оборудованием и устранять те самые недочеты, которые я когда-то слышал. В любой момент могут дернуть день, ночь, выходной, отпуск, неважно. Мне нужно было спасать эфир. Пришел на пульс в августе 1993 года, сразу после армии. Нигде до этого не работал. Пригласили сюда и пришел. Я стал старшим мастером, потом заместитель технического директора. В 1998 год мы на сети кабельное телевидение провели замену оборудования. До этого у нас было самооборудование не очень молодое. Мы постоянно там с паяльниками, с отвертками, постоянно что-то ремонтировали, что-то настраивали. В 1998 году мы купили немецкое оборудование, которое, конечно, очень облегчило нам жизнь. Мы даем в кабельной сети почти 100 каналов в цифровом виде и 60 каналов в аналоговом виде. Самым крупным проектом, безусловно, стала организация обещания 49-го телевизионного канала в Ростове. Стала необходимость перевозки, перемещения телевизионной станции из Азова в Ростов. То есть всего передающего оборудования и части студийного оборудования. Причем в максимально сжатые сроки. Мало того, в процессе переезда предполагалась еще реконструкция антенны. То есть в Ростове она должна была иметь другую конфигурацию, другие характеристики. Так вот, благодаря слаженным действиям коллектива в тот момент удалось решить эту задачу просто в фантастические сроки. В течение одного дня все оборудование было демонтировано в Азове, перевезено в Ростов и смонтировано в Ростове. И в эфир 49-й канал вышел в Ростове в этот же день вечером. Люди работали с таким энтузиазмом, который я больше, пожалуй, не видел нигде. И стимулом здесь были даже не деньги, а что-то другое. То есть это возможности самореализации, это ощущение собственной важности в общем деле. В 2010 году мы решили, это уже пришли молодые директора, Денис Андорец, Каминец, Роман. Наше молодое руководство решило заняться интернетом и, слава богу, у нас все получается. Люди подключаются, люди довольны. Да у нас прекрасно каждый день. Поэтому 20 лет назад было одно, 10 лет было другое, 5 лет было третье. Вчера было совсем одно, сегодня совсем другое. Это новая технология цифровое телевидение. Я тут дневал и ночевал, пока все это дело осваивали. Тут в пенале мне каждый первый встречный знакомый. Что там у вас, что там плохо показывает, постоянно пропадает. И все мы вот это осваивали, как говорится, с колес. Просто сравнивая с дальнейшим опытом работы в других организациях, я понял, что это большая редкость и это уникальные условия. То есть когда ставится задача, ставится цель, возлагается ответственность и, в общем, этого достаточно. Может, и когда освобожусь от всех этих дел, может, тогда буду сидеть, ностальгировать, пока никогда. Желаю всегда иметь в своем коллективе таких людей, таких же целеустремленных, таких же увлеченных. Просто это основа. Пульс жив по сей день благодаря своим сотрудникам. Не будет таких сотрудников, не будет пульса. Все получилось хорошо, все выжили. Продолжение следует...